Пятая воля. Тонкоматериальное выявление певных личностных сил духа. Давай, немного разберем. Ну что, это тонкоматериальное проявление некоторых личностных сил духа. То есть то, что мы разбирали, что в килограммах ее не измерить, сантиметром не взвесить, патолога она там не найдет, но по косвенным признакам можно определить, есть ли она или нет у нее. Сильна она или слаба. Ну, по циррозу печени, например. Я понял. Есть ли направление в тренировке воли, например? Есть. Или в усилении воли? Есть. Самое простое – занятие спортом. Обливание холодной водой. А дальше, ну, как вариант, даже тот, когда ты исполняешь служение Всевышнему. И допустим, что мне… Вчера мы общались до вечера, до ночи. Потом ночью где-то с двенадцати до часу, и потом с часу тридцати до двух с половиной я общался с одними товарищами, которым там срочно кое-что надо. Потом почти до самого утра другие общинники мне в телефон общинялись. Потом там еще одними общался. И так не омылся, не расчесался. Вот ты пришел, и мы занимаемся дальше. То есть, в принципе, для многих людей тоже может быть тренировка определенной силы воли, чтобы не сказать, что пошло оно все к чертовой бабушке, а именно заниматься важным делом, исполнять свой долг, независимо от того, насколько долго, насколько нудно это может казаться. Это тоже воля. Ну, а чего бы нет? Это хоржит и нет. Ведь некоторым людям не хватит силы воли, чтобы это делать. Они мне говорят, а вот там люди нас не слушают, мясо хотят есть, алкоголь хотят пить. Чего мы будем их проповедовать? Они на нас хрюкают. Мы перед ними бисер раскидываем, они нас заедают. Я провожу аллегорию с Евангелия. Дейсус говорил, не мечите бисер перед свиньями. А то свиньи повернутся и сожрут вас. Вот так и некоторые люди смотрят, что их свиньи готовы сожрать уже. И они говорят, а не, а зачем нам проповедовать? Потому что не всем же хочется, как Маркияну лупшить, кому, чтобы их коммунисты уничтожили. Или, допустим, как мне живут, сегодня их тело было переломано. Что там стоматолог, как меня видит, ему кошмар наступает от моей челюсти, от половины зубов растресканных, разбитых, разломанных и так далее. Он в начале, ну тот стоматолог, который у меня основной, в начале ему страшно было смотреть на все эти снимки, все эти данные по мне. Так что... Это тоже сила воли, чтобы, допустим, сознательно идти на то, что... Ну, допустим, я понимаю, что то, что я вот свои видео, свое все распространяю в интернете, вполне возможен какой-то сценарий, когда те или иные твари решат меня прикончить. Поэтому, вот, допустим, делать праведное дело, но у вас это не в плане ведического, у вас это в плане громады, я так понимаю, будет. Что делать праведное дело, понимая, что могут гады прикончить, и при этом осмыслять те варианты, как в случае чего постараться прикончить раньше их, и при этом не бояться идти дальше. Сила воли. Сила воли. Так что можно тренировать кучей способов. Один человек, мой знакомый, тренировал силу воли, то, что он целыми днями делал шрифт. А там, кроме того, что рисовать буквицы, еще надо делать такое, как монотонное движение, просто копировать с одной программой и вставлять в другую. Вот представь, 64 буквицы с маленькими буквицами, с дополнительными знаками, совсем другим, то есть на каждую буквицу по пять или больше движений сделать. Одинаковых, монотонных. Ноль творчества. Ноль творчества, да. Не, ну творчество сначала было, а потом уже чисто монотонная такая у него работа. Скопировал, ставил, там сохранил, закрепил, там еще что-то сделал. Скопировал, ставил, скопировал, ставил. Многие люди от этого с ума сойдут, забежат и скажут «нафиг, но оно надо». А он за выходные… Терпение – это тоже проявление всем. Да, он за выходные это все переделал, прислал мне, и есть уже еще один шрифт, который можно использовать. Так что вот такой вот праведный человек есть там. Хм, хорошим делом он занимается. Ну да. Бывает. Хотя у него некоторые глюки есть. Ну все глюки есть. Все глюки есть. Поэтому с глюками будем бороться, а праведность будем развернуть. И в себе, и вокруг. Хорошо. Идем дальше тогда. Переходим к рунам и мантрам или еще что-то уточняем? Да. Просто перед тем, как переходить к рунам и мантрам, связанным с чакрами и связанным со строением тонких тел, лучше все-таки уточнять все возможные вопросы, все возможные данные, чтобы ты максимально осознанно к этому подходил.